Футбол это красиво. Воспринимаю спорт как искусство. На мой взгляд это неконтролируемая, бесконечная человеческая эмоция. Так говорил о футболе Армен Джигарханян, известный актер, режиссер, создатель своего театра, художественный руководитель. И в последних матчах пермские футболистки проиграли дважды Локомотиву. Это из таких неприятных для них событий за последнее время. Максим Зиновьев, главный тренер московской команды. Ну и разыграли как раз московские футболистки мяч с центра поля. На правах хозяев, да, вот так забрали себе мяч, не стали выбирать ворота в бордовой форме. Хорош какой подкат сейчас. Практически в центре поля. И перевод направо опять. ЦСКА в атаке. И вот отсюда хорошая такая резаная подача в штрафную. И на подборе тоже ЦСКА. И удар по воротам. И угловой должен быть. Ну и конечно Маргарита Черномырдина, которая разочарована тем, что все-таки ее удар сумели заблокировать. Но от этого не менее обидно, что пробить не получилось. А здесь удар Габриэля Нгене. Приходится в сетку с внешней стороны. Обратите внимание, как Габриэль или Габи, да, как ее некоторые называют, отскакивает. И попыталась удар по воротам нанести. Хотя, конечно, мяч летел на такой высоте, откуда опустить его в сторону ворота Ирина Зваревича было тяжеловато. А вот, наконец, получается и у Беспаликовой обыграть таки Алену Нургалееву и попытаться пробить в дальний. Да, удар не точный, но вот это первый звонок. Передача ближе к центру. И вот так вразрез на фланг Пантюхина. Может попытаться и прострелить, и подать. И ой-ой-ой, как опасно-то было сейчас. Чуть было в свои, да, я так понимаю. Не срезала мяч Юлия Мясникова. Сейчас выясняют они отношения с Эльвирой Тодуа. Но это эмоции, не более того. Насколько я знаю, эти девушки очень мило, часто и много общаются между собой за пределами футбольного поля. А здесь неплохо подбирает мяч Любовь Ященко и дальше нарушение правил. Разве Смирнова подача в центр и вот момент вам, пожалуйста. И просто не удалось по мячу толком попасть. Да, зацепила девушка с ЦСКА его прической. Это Маргарита Черномырдина была. Ну и как раз по причине того, что, ну, не самая высокая футболистка, да, и не так часто ей приходится борьбу на втором этаже проводить. Передача в центр на свободное причем пространство и налево Пантюхина. Можно попытаться и один в один обыграть, а передача-то в штрафную. Очень опасная Курочкина. И это было очень неприятно для армейской команды. Олеся Курочкина, набегая с правого полуфланга. Но еще одна возможность есть. Направить мяч в штрафную, передача чуть-чуть под себя. И вот отсюда уже подача. Подбор за армейскими футболистками. Заброс на Ангене. И еще один подбор. И удар по воротам. Ударов, кстати говоря, не так уж и много в этом матче мы с вами наблюдаем. Возможно, одну из последних атак, если не последнюю. Потому что вот он, свисток на перерыв. Да, Надежда Горинова дает свисток об окончании первого тайма. ЦСКА Звезда 2005. Женская Суперлига по футболу. 13-й тур. После первой половины встречи пока нет забитых мячей. 0-0. Всем еще раз привет. Стадион «Октябрь». Женская Суперлига по футболу. ЦСКА Звезда 2005. Валерия Беспаликова номер 63. Маргарита Черномырдина номер 70. Максим Зиновьев главный тренер команды ЦСКА. Габриэль Ангене сейчас не добирается. Все-таки до мяча Ирина Зварич ее опередила. Вратарь команды Звезда 2005. И вполне вероятно, что и та, и другая девушки могли здесь получить какие-то повреждения. Это всегда такие столкновения форварда и вратаря, которые очень травмоопасны. Особенно вот в таких случаях на полной скорости, когда в первую очередь нападающий. Да, потому что действительно лидеры, самые настоящие гиганты женского футбола. ЦСКА и Локомотив. Сойдутся дважды подряд. Причем в самых, что ни на есть, решающих встречах. Ох, какой рикошет. Неприятный сейчас. Но Ирина Зварич на чеку. Все нормально. Ну вот, конечно, не хватало, чтобы в таком напряженном матче все решил вот подобный отскок. Не получилось абсолютно. Ох, какая ошибка в обороне. Яков Лева из Варич выручает свою команду. Ну вот это был шанс, конечно, для ЦСКА. Да, напортачили на ровном месте сейчас футболистки звезды. Чуть было не привезли гол. Чувствуется, что и занервничали. Которые и команду поддерживают и, конечно, согреться пытаются, потому что погода уже такая прохладненькая в Москве, мягко говоря. Вы видите, да, по картинке снег идет. Может быть, не самый сильный, но все-таки уже снег. С этим решением Надежда Горинова. А теперь другая Надежда Смирнова исполняет штрафной. Это опасно и это перекладина. А на добивание это кто? И все-таки футболистки звезды не пускают мяч в свои ворота. Хотя вратарь Ирина Зварич уже была отыграна к этому моменту. Ну и, конечно, и перекладина, и добивание. Ну вот. Вот это уже больше, да. Похоже на то, что ЦСКА сегодня стремится к тому, чтобы многое решить. В чемпионате страны до последнего тура. Еще одна замена. Внимание, уважаемые зрители. Команды ЦСКА замена. Без эволюции, без столика. Может состояться перелом в игре. Перелом в этом матче. Очень равном, очень таком нервном, эмоциональном. По многим причинам. И по причине борьбы за чемпионство. И по причине, конечно, противостояния этих двух коллективов. И вот прострельная передача Ангене на противоположном краю. Мяч подбирает, бьет в дальний, не попадает. А может быть это и не удар был? Потому что, честно говоря, с моей точки мяч далековато. От створа пролетел. Подработала не очень удачно Габриэль Ангене. Да, переложила под правую. При том, что вроде бы началась эта половина матча с неплохого движения звезды. А заканчивается все-таки преимуществом ЦСКА. И вот подача. Подача причем в ворота Ирина Зварич не рискует. Кулаками за пределы поль. На угловой. Может быть сейчас, потому что он все-таки изменился. И вот момент. Удар по воротам неточный все же. И еще один угловой. Между прочим, опять Мясникова била по воротам звезды 2005. Удар Мясниковой. После которого одна из футболисток звезды все-таки вынесла мяч. А здесь штанга выручает ворота звезды 2005. Еще один классный момент ЦСКА. Но во втором тайме ЦСКА, конечно, наиграл на победу уже. Но счет по-прежнему 0-0. И штраф 0. Конечно, звезда не торопится. Никуда не спешит. Яковлева зацепилась все-таки за мяч. Ангине смещается правее. Пытается за счет скорости, за счет движения прорваться на свободное пространство. И даже удар нанесла Зварич на месте. Зиновьев рвет и мечут в технической зоне. Главный тренер ЦСКА негодует. Снова момент-то был. Но и сейчас вполне вероятно, что тоже будет шанс у главу. Зварич – это не главный сейф матча. Главный мы видели, наверное, в моменте с Яковлевой. А здесь Зварич на выходе уже играет. И вновь ЦСКА продолжает атаку. И есть, наверное, появится возможность для удара. Ангине перекладина. И дальше мяч все-таки заскакивает в ворота. А дальше начинается празднование на скамейке ЦСКА. Ну, какой-то просто невероятный гол. Армейские футболистки забивают. И начинается празднование всей команды. Они сегодня вымучили, заслужили этот гол. Да. Ну, и по торс уже. Болельщики ЦСКА, хотел сказать, футболисты. Может быть, и футболисты где-то сейчас по торс, да? Про них мы не знаем сегодня подробностей. А футболистки забили вполне вероятно решающий гол в этом матче. Ну, и какая сумбурная, да, ситуация была в чужой штрафной. Ангине бьет. Вот здесь перекладина. Мяч спускается на ленточку. И от Валентины Орловой отскакивает в свои ворота. Ну, просто удивительный гол. Удивительный гол. Но ЦСКА, правда, его сегодня заслужил. По второму тайму уж точно. Столько моментов было у армейских футболисток. И вот, наконец, удача им просто улыбнулась. Эльвира Тодова тем временем штрафной разыграла. И все. На этом ЦСКА добился тяжелейшей трудовой победы в матче против «Звезды 2005» в 13-м туре женской суперлиги. Единственный гол мы с вами увидели. И он с приставкой «Авто». Валентина Орлова абсолютно случайнейшим образом отправила мяч в сетку собственных ворот, принеся победу армейской команде. Конечно, ЦСКА сейчас празднует. Ну и вот отдельно Игорь Плешаков, диктор по арене. Напоминаю.